Самая знаменитая гувернантка в истории Джейн Эйр из одноименного романа Шарлотты Бранте. Чуть менее известна авантюристка Бекки Шарп из ярмарки «Чеславие» Уильяма Теккере. Вот только жизнь и той, и другой совершенно не похожа на жизнь типичных гувернанток XIX века. Так чем вас поразят подлинные судьбы гувернанток викторианской эпохи? Почему гувернантки викторианской Англии на самом деле не могли выйти замуж за своих хозяев и их гостей? За что дети их так не любили? Почему они были совсем не похожи на романтических героинь? И почему так много девушек в XIX веке выбирали эту профессию? И как из-за этого оказывались в сумасшедших домах? Но перед этим напомню, что о подлинной тайной жизни женщины Руси можно узнать из книжки наших авторов «Интимная Русь. Жизнь без домостроя. Грех, любовь и колдовство», которая вышла в издательстве «Миф». Ее презентация прошла на московской международной книжной ярмарке. «Интимная Русь» — это Русь глубоко личная, сокровенная, сакральная, тайная. В общем, та, которой нет места на страницах учебников. Например, вы знаете, как воспринимали древнерусские женщины свое тело? Спойлер! Совсем не так, как мы. И почему на Руси не было охоты на ведьм? Почему наши предки не признавались в любви? И что такое особая русская жалейная любовь? Откуда пошло «жалеют» значит «любят»? Были ли у нас гаремы и как долго на Руси сохранялось многоженство? А еще «Интимная Русь» — это Русь колдовская. И на страницах нашей книги вы найдете древние заговоры на то, чтобы обрести красоту, приворотные зелья, истории колдовской любви и многое, многое другое. Итак, знакомьтесь, это гувернантка Оливия Риттенер. Родом Оливия, правда, не из Англии, а из Швейцарии. Но уж очень нам понравилась ее история. Девушка изучала литературу в университете Цюриха, говорила на четырех языках. Но после смерти отца у Оливии практически не было выхода. У нее вообще не было приданного, а значит и шансов выйти замуж. Ей предстояло остаться старой девой и работать гувернанткой за гроши. Кроме того, ей надо было еще и содержать младших братьев и сестер. И тогда Оливия решилась на отчаянный поступок. Итак, кто же шел тогда в Мэри Поппинс? В викторианскую эпоху мир принадлежал мужчинам. Женщинам всех сословий было нелегко. Даже знатные леди из богатых семей были лишены возможности распоряжаться своей жизнью и имуществом. Все за них решали сначала отцы, а затем мужья. Приличной женщине среднего класса категорически запрещалось зарабатывать деньги. Единственная работа, которую худо-бедно дозволялась леди – работа гувернантки. Казалось бы, вот свобода-то в ту сложную эпоху. Как говорила одна из героинь Энн Бранте, как мило было бы быть гувернанткой, уйти в мир, войти в новую жизнь, действовать для себя, использовать свои неограниченные возможности, испытать себя и заработать на жизнь. На самом деле в гувернантки шли вовсе не викторианские феминистки. В них шли от сильной нужды и абсолютной безысходности. Дело в том, что если отец семейства разорялся или умирал, не вышедшая замуж девушка не могла жить самостоятельно. Одна. Если ее не забирали к себе жить другие родственники, у которых она была бесправной и униженной приживалкой, ей оставалось только пойти в гувернантки. Подчеркиваю, речь только о девушках благородного происхождения. Это обязательное требование. При приеме на работу специальное образование, как правило, не требовалось. Барышню вполне хватало тех знаний, которые они получали дома. А вот свое благородное происхождение надо было подтвердить. Девушка с отличным образованием, но родом, так сказать, из народа, на хорошее место рассчитывать не могла. Гувернанткой называли и школьную учительницу, и лишь приходящую к ученикам на 2-3 урока. Это так называемая дневная гувернантка. И, конечно же, девушку, постоянно живущую со своими подопечными, которая не только учила, но и скрашивала досуг. Но именно последние и составляли классику жанра. До XIX века профессия гувернантки была очень престижной. Их было мало, так как нанимали их только представители самых богатых и титулованных семейств. Так в России первая гувернантка появилась у Петра I. А вот начиная с XIX века гувернанток детям стали нанимать и представители среднего класса. К тому же финансовый кризис в Англии привел к обнищанию многих семей. Выйти замуж в викторианскую эпоху англичанке было, опять же, непросто. В результате к середине века, по данным переписи населения, гувернанток, проживающих у нанимателей, было уже более 20 тысяч. Спустя два десятилетия их стало и вовсе 55 тысяч. Это огромное количество сильно превышало спрос на услуги гувернанток. Профессия эта воспринималась в ту эпоху, как настоящее унижение для девушки, жизненная трагедия, смерть при жизни. Процитирует Джейн Остин. «Навсегда отказаться от всех радости жизни, разумных отношений, равноправного общества, мира и надежды, предаться покаянию и умешивлению плоти». Так описывала она работу гувернантки. Одна из первых феминисток Мэри Уолстонкрафт говорила, что, отправляясь на работу гувернанткой, чувствовала себя так, как будто меня отправляли в Бастилию. Мало того, уже в 40 лет гувернантки оказывались и вовсе у разбитого корыта. Их воспитанницы вырастали, на работу старались брать более молодых, накопить денег было категорически невозможно, позаботиться о них было некому. И в 40 лет они оказывались фактически без крыши над головой. Один британский журналист описывает историю женщины, цитирую, 40 или 50 лет, найденной, лежащей мертвой, едва одетой на голом полу комнаты в жалком доходном доме на Друри Лейн. После того, как она продала все, что у нее было, за еду. А когда-то, мол, она была гувернанткой в очень хороших семьях. Вот такой печальный конец. Из-за огромного количества желающих работать гувернанткой, зачастую они были согласны работать даже за еду и жилье. Вот типичное объявление в газете «Таймс» 1845 года. «Требуется гувернантка на привлекательных условиях для обучения двух маленьких девочек музыке и рисованию английскому предоставляется комфортабельное жилище без жалования». Таких предложений на привлекательных условиях с комфортабельным жильем, но без заработной платы было полно. Были, конечно, и те, кто работал за зарплату. Вот только если гувернанткам и платили, то платили так мало, что им еле-еле хватало лишь на самое необходимое. Их зарплата считалась минимальной для женщины среднего класса. Так, в той же «Таймс», незадолго до выхода в свет знаменитого романа Джейн Эйр, сообщалось, что хозяйка великолепно обставленного дома пыталась нанять опытную гувернантку для обучения французскому и немецкому четырем девочкам за плату меньшую, чем плата обычной поденщицы, при этом без комнаты и питания. Воспитанные благородные леди из хороших семей с великолепными манерами в лучшем случае зарабатывали столько же, сколько обычная кухарка или горничная. Это от 15 фунтов в год. И это при том, что прожиточный минимум для среднего класса в ту эпоху от 150 до 200 фунтов в год. А теперь еще прибавьте многочисленные траты. Хоть гувернантка не платила за жилье, она тратилась на стирку, врача, поездки к родителям должна была одеваться, хоть и скромно, но со вкусом. Чаще всего бедняги еще и тянули на себе престарелую мать и младших братьев-сестер. При этом были, конечно, исключения. Некоторые знаменитые гувернантки зарабатывали до 100 фунтов. Когда юная Оливия в конторе по найму заявила, что хочет поехать работать как можно дальше и выбрала предложение золотопромышленника Кузнецова из далекой Сибири, ее пытались отговорить, но деньги русские предлагали хорошие, а Оливия поставила цель – заработать деньги на приданное, вернуться в Европу и выйти замуж. Она трясется в Тарантасе по сибирским просторам уже вторую неделю. Она должна сменить предыдущую гувернантку-француженку, которая из одной богатой красноярской семьи сбежала на родину, рассказав о семье всякие ужасы. Не зная языка, 21-летняя Оливия уже пересекла пол России в компании двух русских женщин без фонаря и ружей. Ее поразила разноликая Россия, безбрежная степь и Сибирь. Девушка пересаживалась с поезда на несколько пароходов, но тяжелее всего было путешествие на обычном Тарантасе. Процитирую ее письмо. «Совсем не удается уклониться от ударов. Они такие частые, иногда такие сильные, что кажется, что у вас разрываются внутренности. При каждом толчке экипажа вы ударяетесь головой со всех сторон. Это своего рода пытка, похожая на те пытки, когда индейцы позволяли бледнолицам мучить себя». Через два месяца Оливия наконец добралась до Красноярска и была удивлена тем, как здесь живут учителя и гувернантки. Вот что она пишет в письме на родину. «Жизнь здесь недорогая. Нет учителя начальной школы, который не имел бы двух-трех слуг – кухарку, горничную и кучера. И, по крайней мере, одну лошадь – предмет особой роскоши. Хотя их жалование составляет только от 7 до 800 рублей, эти господа не занимаются сельским хозяйством, как это делают обычно швейцарцы». Став гувернанткой, в большинстве случаев вы переезжали жить в чужую семью. Причем положение ваше отныне было самым тяжелым. Гувернантки в викторианскую эпоху – это ни в коем случае не члены семьи. Статус профессии, напоминаем, был очень низким. Лишь немногие хозяева снисходили до того, чтобы пригласить гувернантку за свой стол. В основном она обедала с детьми, жила на чердаке. Трагедия добавляла, что при этом сами гувернантки были зачастую более высокого происхождения и лучше образованы, чем их наниматели. В этом случае хозяева и вовсе недолюбливали гувернанток вполне справедливо, подозревая, что они смотрят на них свысока. Судя по всему, гувернантки действительно частенько были высокомерными, язвительными и не особо доброжелательными с окружающими людьми. При этом, хоть они и были леди, но теперь получали деньги за свой труд. А для приличной женщины это было дурным тоном. Как заметил один из живших в 19 веке, дискомфорт положения гувернантки в семье хозяев проистекает из того факта, что она представляет собой ни родственницу, ни гостью, ни хозяйку, ни служанку, но нечто среднее. И поэтому никто, собственно, не знает, как с ней обходиться. Девушкам приходилось очень нелегко. Среди хозяек принято было жаловаться на них своим подругам. Только лишь для того, чтобы подчеркнуть, что у них есть гувернантка. Ведь это было показателем статуса. Гувернанткам нельзя было выглядеть лучше, чем хозяйка. Украшения были строго запрещены. К 1880-му утвердили официальную форму. Достаточно унылую. Длинная, простая юбка, серая или черная. Такая же невзрачная обувь. Застегнутая на все пуговицы блузка, шаль и шляпка. Волосы собраны в тугой пучок. Ну а наша Оливия обустраивается в Красноярске, вот в этом особняке. Жили тут, как она пишет, скромно. Кузнецовы тогда были самыми богатыми жителями Красноярска, но редко принимали гостей. Процитирую Оливию. «Я провожу все вечера одна, в своей комнате. Как только Александра, это ее воспитанница, в постели, я беру русскую грамматику, несколько французских книжек, которые мне одолжили, немного переписки, и часы летят очень быстро. Что бы я ни делала в гостиной втроем с господином и госпожой Кузнецовыми, разговор никогда не клеится. Я предпочитаю уединение. Впрочем, никто меня и не принуждает нарушить его. Мне дали столько места для размещения моих вещей, что я смогла бы свободно поместить приданное в три раза большее, чем мое. Дом полон слуг, лошадей и собак. Семья имеет коров. Это дает уверенность в том, что молоко натуральное. Все производится здесь. Подумать только. Я нахожусь при коммунизме. Молодые, незамужние девушки в доме, конечно же, часто становились объектами любовного интереса со стороны их нанимателей. Некоторые сталкивались с домогательствами и даже насилием. Другие сами были охотницами за деньгами. В любом случае, хозяйки виноватыми во всем считали именно гувернанток, а не собственных мужей. Среди дам ходили разговоры о низменной натуре гувернанток, даже если связь возникала против воли девушки. В результате хозяйки старались нанимать как можно более непривлекательных особ. Те, кто обладал от природы красотой, вынуждены были как-то стараться ее спрятать за очками или мешковатой одеждой. Самим же девушкам рекомендовали никоим образом не вмешиваться в жизнь господ и никогда не вступать с ними в беседу без предварительного приглашения. В случае греха гувернантки вынуждены были покинуть дом хозяев до того, как живот будет заметен. Вот только многие из них были настолько неопытны, что вообще не понимали, что с ними происходит. В результате жертвы насилия теряли репутацию раз и навсегда. Найти другую работу в приличном доме им уже было практически невозможно. Приходилось соглашаться на куда более худшие условия и еще более мизерную зарплату, а то и ее отсутствие и работу только за кров. Бесконечное одиночество и изоляция – вот что было тяжелее всего для бедных гувернанток. В свой круг, как мы уже говорили, хозяева их не пускали, их не приглашали на семейные праздники. Гостям не положено было разговаривать с ними. Общение с семьей и друзьями им было тоже запрещено. Отпуск, чтобы съездить, навестить родню, как правило, не давали. Принимать у себя гостей и вовсе было категорически запрещено. Девушки сильно скучали по родным, были практически лишены общения. Все время они проводили в полном одиночестве. Не могли они завести новых друзей среди других слуг. Да и большинство учебников строго запрещало гувернанткам такую дружбу со слугами. Нельзя было даже садиться за один стол с ними. Но, с другой стороны, и сама гувернантка была обычным наемным работником, таким же, как горничная или служанка. Слуги считали, что гувернантки незаслуженно задирают нос и платили им неприязнью. Лакеи не открывали перед ними дверь. Девушек подозревали в том, что они шпионят на хозяев и окатывали их презрением. Бедная гувернантка в результате всегда и везде оказывалась в удушающем, полном одиночестве. Вот что писала одна гувернантка в ту эпоху. «Я сижу одна вечером в классной комнате. На самом деле, я была бы очень рада вечернему обществу. Это было бы таким удовольствием. Но в доме нет никого, с кем я могла бы быть на равных». Гувернантками работали Шарлотта Бронте и обе ее сестры, Эмили и Энн. Они все страстно ненавидели эту работу. Ведь сам факт, что они вынуждены работать и получать за это зарплату, вычеркивал их из респектабельного среднего класса. Теперь все представители ее класса, в том числе и работодатели, относились к ней как к низшей. Вырваться за рамки этой системы было невозможно. Неудивительно, что по некоторым данным гувернантки часто попадали в дома для сумасшедших. Представляете, какие конфликты разрывали бедных девушек изнутри. Полное одиночество, неуверенность в будущем, бедность, еще и низкий статус и ненавистная работа. Чтобы хоть как-то решить проблему гувернанток, в 1843 появилось благотворительное заведение, в котором гувернантки могли пожить, пока не нашли себе новое место работы. А гувернанткам за 40, которые уже не могли найти себе работу и остались без средств к существованию, выплачивали крохотные пособия. Для самых отчаянных был и тот шанс, которым воспользовалась наша героиня, уехать из Англии куда-нибудь подальше, где работа эта лучше оплачивалась и не была связана с такими унижениями. Уже в Красноярске Оливия узнала, почему от Кузнецова сбежала предыдущая гувернантка, француженка, рассказавшая о них такие ужасы. Та, оказывается, была плохо образована и завидовала их богатству. Оливия напишет своим родственникам. Что касается меня, я далека от зависти к миллионам Кузнецовых. Я им пожелал бы от чистого сердца 10 раз столько же, лишь бы увеличивали мое жалование с размерным ростом своего богатства. А я добиваюсь увеличения своего состояния только самой строгой бережливостью. Впрочем, у меня только одна цель – достичь как можно раньше независимого положения в обществе и иметь свое гнездышко около вас. Найти утешение в своих воспитанницах у гувернанток тоже получалось крайне редко. Если вы читали Агнес Грей, то помните, что ее подопечные категорически не подчинялись гувернантке. В письмах подлинную гувернанток XIX века упоминаются также случаи, когда дети царапали и били свою бедную гувернантку. А пожаловаться на них она не могла, ведь ее бы просто уволили. Вот что пишет Этель Смит. «Когда мне было 12 лет, приехала новая жертва моих издевательств. Выпускница Лейпцигской консерватории. Правда, эта история взаимоотношений гувернантки и ее воспитанницы закончилась хорошо. Впервые от нее я услышала классическую музыку, и передо мной открылся новый мир». Были, конечно, и другие истории. Так, одна из гувернанток, ставшая впоследствии графиней Бертой фон Зутнер, вспоминала, как старалась стать другом своим ученикам. Впрочем, дружба эта зашла так далеко, что она вышла замуж за младшего сына своих хозяев, которого родители лишили потом наследства. Но это было скорее исключение. В основном воспитанники не любили гувернанток, в отличие от нянь, которых описывают с большой любовью и нежностью. Вполне возможно, что все дело в том, что няни были из народа, выбирали такую профессию добровольно и с семьей оставались до конца. А вот в гувернантки девушки шли вынужденно. Отсюда и множество воспоминаний англичан о том, как они боялись своих слишком строгих и холодных гувернанток. «Я боялась ее, как огня. Не учились мы только полдня, воскресенье, и целый день на именины. В классной комнате была кладовка. Каждый раз, когда я что-то никак не могла запомнить или не слушалась, или возражала чему-нибудь, она запирала меня в этой кладовке, где я сидела в темноте и дрожала от страха». Вот такая вот Мэри Поппинс. Кстати, именно англичанки считались самыми холодными, чопорными и суровыми гувернантками. Но вот Оливии повезло. Она, судя по ее письмам, сама по себе, похоже, была добрая и веселой девушкой и легко нашла общий язык с Александрой, своей воспитанницей. «Я очень довольна своей ученицей, славной, очень искренней девочкой, хорошо воспитанной в верных моральных устоях. Она знает, что должна меня слушаться и уважать. У нее нет ко мне ни одной претензии. В то же время у многих детей возникает недовольство к своим гувернанткам. Я даю частные уроки за 15 рублей в месяц. Если я смогу иметь еще больше, то это будут мои карманные деньги». История любви самой знаменитой гувернантки 19 века Джейн Эйр и ее нанимателя Рочестера, как говорят историки, это просто фантастика. Богатый и красивый вдовец-англичанин, который влюбляется в бедную, но благородную гувернантку, это было только в романах. В реальности хозяева были солидными мужчинами с огромной семьей. Конечно же, гувернантки мечтали выйти замуж, но всегда забыть об опостылившей работе. Вот только шансов на личное счастье в викторианской Англии у них практически не было. Там гости, приходившие к хозяевам, не могли общаться со гувернанткой. Она не была им ровнее. Не могли они за ней ухаживать или флиртовать, как с обычной горничной. Это было табу. Гувернантка обязана была быть целомудренной, вести себя по определению беспола. Приличным считалось ее просто не замечать. Конечно же, были и исключения. Так известна история гувернантки, которой ее хозяин сделал предложение, но потом разорвал помолвку из-за того, что дочь была категорически против этого мезальянса. Так вот, парышня смогла добиться компенсации в суде. Гувернантки из Европы, в далеком Красноярске, на самом деле жить было намного легче, чем в викторианской Англии. Оливию хозяева приглашали на званые вечера и даже одолжили вот такой вот костюм на маскарад. Иностранные гувернантки здесь не были изгоями и часто выходили замуж за русских дворян. Но Оливия была не в восторге от манер русских кавалеров. Один из них во время танца и вовсе обратился к ней на «ты». Бал мне показался одновременно веселым и грустным, и пугающим, как на похоронах. Мне мой татарин выше и стройнее, чем сам Геркулес, я в том уверена. Пригласил меня на кадриль. Была теснота. Никогда я не находилась среди стольких людей. У меня был вид растерянной курицы. Я сбивалась в кадриле, которую танцуют русские. Нужно сказать, что мой татарин повторял несколько раз. Ну-ну, малышка, осторожней. Эта фамильярная «ты» мне не очень приятна. Оливия Риттенер не вышла замуж в Сибири. Когда Александра выросла и поступила на Бестужевские курсы в Петербурге, Оливия вернулась на родину. У Кузнецовых она хорошо зарабатывала и вернулась вполне состоятельной, материально независимой барышней. Ее цель была достигнута. Но вот замуж она почему-то так и не вышла. Работала частной учительницей французского, немецкого, английского и русского языков. Умерла она в 1950-м, в преклонном возрасте, в доме престарелых. А вот ее воспитанница, Александра Кузнецова, дочь золотопромышленника, стала известным ученым, этнографом. Еще более знаменитым ученым, профессором МГУ, был ее муж, выдающийся почвовед. Их дочь и внучка продолжили дело отца и составили гордость российской науки.